Здравствуйте, дорогие коллеги, учителя музыки. Сегодня мы с вами живем в цифровом мире. Изменения, которые связаны с различными гаджетами, интернет-ресурсами, касаются каждого человека. И остановить этот процесс мы с вами не в силах. Сегодня цифровая трансформация образования касается буквально каждого учителя. И учитель музыки не исключение. Даже те, кто относится резко отрицательно к современным технологиям, вынуждены так или иначе участвовать в социальных или профессиональных процессах, опирающихся на цифровые ресурсы. Остановить мы не можем, но мы можем, как эксперты, оценивать те ресурсы, те технологии, которые предлагает нам наш 21-й цифровой век. Вокруг нас, то и дело, возникают явления разного качества. Что-то из них окажется мыльным пузырем и исчезнет довольно скоро. Но что-то окажется полезным. Цифровые технологии – это мощнейший инструмент. И очень многое зависит от того, в каких руках он окажется. Все мы вместе только выиграем от того, что учитель сможет не только красиво исполнить музыку, увлеченно рассказать о ней, но и открыть своим ученикам те безбрежные просторы и возможности, которые предоставляет для знакомства с удивительным музыкальным искусством современная цифровая среда. Главная моя задача в этом курсе – познакомить вас с теми ресурсами и навыками, которые наиболее актуальны именно для учителя музыки. Истории и теории вопроса будет совсем немного, а сосредоточиться я постараюсь на практике. Я поделюсь с вами своими умениями и навыками, расскажу о тех электронных ресурсах, в разработке которых принимала участие сама лично. Цифровую среду современного урока музыки мы будем рассматривать через призму взаимосвязанных компетентностей, в основе которой лежат навыки обычного, повседневного, можно сказать, бытового использования гаджетов. Следующим слоем является ИКТ-компетентность педагога вообще и, наконец, компетентность собственного педагога-музыканта. Мы поговорим о скрытых методических резервах, которые сулит нам главное музыкальное цифровое устройство – синтезатор. Пробежимся по страницам учебных пособий, созданных для этого клавишного инструмента. Тем более, что среди них появляются разработки, предназначенные для использования не только в музыкальной школе, но и в школе общеобразовательной. Я расскажу вам о том, каким образом была организована эта работа, например, у меня в классе. Мы полистаем страницы электронных учебников, увидим, какие дополнительные функции они имеют по сравнению с печатными учебными пособиями. Обсудим, какие преимущества и недостатки они несут с собой для всех участников образовательного процесса. Мы побываем на нескольких открытых уроках, проведенных с использованием электронной формы учебника, понаблюдаем, насколько ловко пользуются планшетами современные дети и какие интересные задания можно придумать, используя не только, собственно, электронный учебник, но также и другие программы, установленные на ученические гаджеты. Например, импровизацию композиции в программе «Гараж Бэнд». Мы поработаем в программе «Аудиоредакторе». Освоим несколько простых приемов, которые позволят вам, как музыканту, обрабатывать звуковые файлы, готовить их к уроку, изменяя темп или тональность. Научимся вырезать из готовых треков небольшие кусочки, которые потом могут стать, например, номерами музыкальной викторины или проверочного теста. В наших лекциях мы затронем и основы видеомонтажа. Я расскажу о том, как работала над учебными фильмами для дистанционных уроков. Вместе мы проанализируем уже готовые видеоролики и попробуем сделать свой собственный учебный фильм с помощью общедоступных компьютерных программ. Одно из занятий будет посвящено навыкам работы в программах нотных редакторах. Конечно, за один раз вы не сможете целиком освоить искусство набора нотного текста, но дополнительные материалы, которые прилагаются к лекциям, подскажут вам верные направления для самообразования. При желании вы сможете самостоятельно освоить все тонкости этого увлекательного занятия и получите возможность создавать для своих учеников великолепные наглядные пособия, которые пригодятся и в вокально-хоровой работе, и при слушании музыки, и для организации ансамблевого элементарного музицирования. Текст, который вы только что услышали, был записан на вот этот диктофон и наложен потом на фрагменты из наших лекций, которые были смонтированы в одной из компьютерных программ. Я искренне надеюсь, что моя помощь позволит вам подняться на новую ступень профессионального мастерства, сохраняя главную ценность – возможность помогать детям становиться хорошими людьми с помощью великого искусства музыки.